Птица рождена летать, но не каждому пернатому суждено пороздить небесные просторы. Как любые живые существа, крылатые создания получают травмы, перестают летать и погибают. В процесс естественного отбора может вмешаться человек. Хищник, который боится носков. Фефа уже 4 года находится на домашнем содержании. В 2016-м птицу подкинули в ветеринарную клинику. Сокол Дербник попал в руки мурманчанки Анастасии Тимофеевой. На тот момент она проходила практику в ветклинике. Пернатому требовался круглосуточный уход, и девушка взяла его домой. Скорее всего, мне кажется, человек что-нибудь сделал, наступил нечаянно, или со злостью как-то ударил сильно, может быть, дверью поищемили. Но там был неоскольчатый, приколом обычный, просто как будто взяли кости и разломали. Рану Анастасия регулярно обрабатывала, чтобы не допустить заражения. В дикой природе птицы нередко погибают от инфекций. Фефе удалось избежать этой участи. Но восстановить крыло полностью не получилось. Летать и, соответственно, жить в дикой природе сокол никогда не сможет. Степа парень своенравный. Представить абсолютно здоровым хищника поздней осенью заметили мурманчане. Он спокойно прогуливался по лесу. Все его сородичи к тому времени уже улетели в более комфортные для них места. Это и вызвало беспокойство у неравнодушных людей. Птицу обследовали. Выяснилось, что он просто слишком молод и летать пока не научился. Природой ему, скорее всего, была уготована гибель. Вверх взяли человеческие чувства, сострадание, любовь к животным и желание помочь. Для Степана построили большой вольер на территории собачьего питомника. Мы не приручаем его. Он изначально вообще контактный был. Он давал себе погладить. Вообще не проявлял никакой агрессии к человеку. Но, судя по всему, не обижен человеком был. Поэтому он доверял. И мы люди разные. Поэтому мы не хотим, чтобы это доверие у него сохранилось. Пусть лучше он будет свободным. Чтобы его не обидели, мы его не приручаем. Консультировала по питанию и уходу спасителей. Вновь Анастасия Тимофеева. Эти две истории подтолкнули ее к тому, чтобы получить образование орнитолога-герпетолога. А история со Степаном уже завершилась. Ястреб перезимовал в Мурманске. Его выпустили на волю под контролем специалистов. Вернулся в дикую природу еще один представитель семейства ястребиных. Аллану также повезло попасть в заботливые руки Анастасии. Нашли его на балконе. Он не летал, сидел в углу. Когда люди вышли, он упал с балкона. То есть вниз, ушел в трубы, его уже оттуда вытащили. Я его забрала себе. Как выяснилось, у хищника проблема с почками, а также очень опасное для птиц заболевание – аспергиллез. Зато крылья целы. Ястреба Анастасия лечила с осторожностью. Хотелось, чтобы к рукам он не привыкал. Большую часть времени Аллан проводил на балконе. А по весне хищника девушка отвезла в Вологодскую область, где находится Дарвинский заповедник. Специалисты поместили птицу в разлёточный вольер. После того, как ястреб адаптировался, его отпустили на волю. Болотная сова Шиша – ещё одна крылатая хищница, спасённая Анастасией. Травмированную птицу на улице нашли люди. Шиша была в тяжёлом состоянии. Через три дня после стабилизации состояния мы её прооперировали. Крылья пришлось удалить. Потому что очень старый перелом у основания. Если бы мы его собрали, у кого бы висело и мешало бы ей. То есть она бы его атаковала и чем бы делала себе больно. Спустя год у Шиши появилась компания «Ястребиная сова Ула». Представители одного семейства быстро подружились и коротали вместе вечера. У Уляши был перелом каракоида-косточки, который идёт по грудине. Крылья были целыми. Ветеринар надеялась, что птице удастся выходить и отпустить на волю. Но спустя несколько месяцев «Ястребиная сова» умерла от инфекции. Быть спасителем пернатых непросто и порой очень грустно. Это не единственные пациенты Анастасии. К ней часто обращаются за помощью жители области, когда находят очередную раненую птицу. Помочь удаётся не всем. Порой животные находятся в совсем критическом состоянии. Идём домой. Идём домой. Иди сюда. Сюда. Садись. Садись. Фефа, с которой и началась эта длинная птичья история, поменяла жизнь Анастасии. Содержание дикой птицы в домашних условиях для Мурманска дело необычное. Поэтому все тонкости и нюансы девушка изучала самостоятельно. Взяв за основу фразу маленького принца «Ты всегда будешь в ответе за того, кого ты приручил», Анастасия старается сделать жизнь приручённого хищника максимально комфортной. В нормальной среде она кушает то, что поймает, то и съел. Соответственно, для того, чтобы пищеварение было в норме, мы должны делать пищу, которая будет приближённо напоминать её естественный рацион. В сырые куриные сердечки, размолотые в блендере, девушка добавляет витамины и перемешивает всё с шерстью. Это необходимо, чтобы птица отрыгивала погадки. Это неотъемлемая часть пищеварения пернатых. В домашних условиях хищник становится более ленивым. Стачивать клюв и точить когти самостоятельно Фефа не желает, хотя специально для этого у неё есть свой камушек. Клюв растёт всю жизнь, и когда он вырастает, начинает загибаться. А вот и в домашних условиях приходится его подрезать, подпиливать. Мы не любим эту процедуру, но ей приходится это терпеть. Также у неё сильно вырастают ногти, она начинает цепляться за всё. Хотя бы иногда птицу нужно выводить на прогулку. Гуляет сокол только летом и только в хорошую погоду. Специально для Фефа Анастасия смастерила опуты из натуральной кожи. Хотя ветеринар прекрасно понимает, такие прогулки никогда не заменят свободы. Птица рождена летать, птица рождена жить. В нормальной среде птицы даны крылья для того, чтобы она жила в небе. Естественный отбор или сострадание? Стоит ли вмешиваться в природный сценарий? У каждого человека будет свой ответ на этот вопрос. Анастасия Тимофеева пошла по пути спасения и об этом не жалеет. Взамен хлопотом она получает безграничную любовь к крылатых хищникам. Субтитры создавал DimaTorzok